Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. 300-190 наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня, надеюсь, будет очень интересный и познавательный эфир, потому что у меня в гостях Владимир Потапчик, хранитель музея ОМВД России по Тверской области, ведущий специалист-эксперт отдела морально-психологической подготовки и управления по работе с личным составом ОМВД России по Тверской области, майор милиции в отставке. Володь, добрый день! Сразу давай говорить на «ты», потому что мы с Владимиром знаем друг друга очень давно, объединяет ряд командирогов «Горячие точки». Володь, для тех, кто не знает, ты уже был в эфире у меня где-то лет 5 прошло, с тех пор, что за музей управления внутренних дел, насколько он сейчас пользуется популярностью у нас, и для кого нужны экспонаты, которые, я знаю, ты бережно хранишь уже не один десяток лет? Ну, музейная экспозиция располагается на Хрустальной 39, сейчас это управление миграционной службы. А был учебный центр ОМВД? И для него, собственно говоря, этот музей собирался. То есть учатся молодые специалисты, будущие Тверской милиции, и сразу же они постигают основу и свою историю. И изучают историю сразу же. На сегодняшний день, вот у нас был небольшой спад в период коронавируса, когда посещаемость музея составляла 300 человек в год. Ну, это у всех такое, да? Очень мало, да. Вот, обычно у меня было где-то в районе тысячи человек. Проходило за год через музей. В прошлом году мы поставили рекорд. Полторы тысячи человек прошло у нас через музейную экспозицию. В основном, в принципе, контингент неограниченный. Начиная со старших групп детского сада, заканчивая пожилыми людьми, которые ветераны под 100 лет. Ну, я просто не раз была в музее, и я знаю, что действительно всем будет интересно, как маленьким, так и людям в почтенном возрасте, потому что столько экспонатов. Есть на чем глаз остановить? Дело в том, что единственная служба вообще, которой до всего есть дело, это полиция. И что чего не коснись, семейные ли дела, это улица ли, торговля ли. Что бы вы ни взяли, везде присутствует полиция. Если какие-то нарушения имеются. Поэтому всем интересно там быть, потому что полиция, она всегда рядом. Она в народе. Это не спецслужба, которая закрытая. Там секретов, собственно говоря, особых и нет. Основная задача полиции, все время быть рядом с народом и следить, чтобы никто никого нигде не обижал. Ну, раньше как было? Народная милиция. Да, совершенно верно. Она, по сути-то, не изменилась. И поэтому там вот все, кто приходит, они для себя что-то находят. Своё родное, близкое. То, что видели, пробовали, смотрели. Там знают что-то. Узнают кого-то своих. Там же столько фотографий ещё, да? И наш город в разные этапы. Фотографии, документы. Люди приходят и говорят, о, это я знаю, о, это мой сосед, а это наш участковый. Или ещё что-нибудь. Конечно, всем очень интересно. Все приходят. Я не видел ни одной группы, которая бы уходила недовольной оттуда. Не было ни одного, ни класса, ни группы студентов, никто. Чтобы кто-то там разочаровался в этом музее. Может быть, единицы какие-то и есть, которым так было скучновато. Но, честно говоря, я с такими не сталкивался. Вот в начале года, каждый год, 9 февраля, да, у нас отмечается день рождения регионального управления Министерства внутренних дел. Фактически день рождения нашего ОМВД, да? Я знаю, что накануне к тебе приходили тверские журналисты. Ты тоже рассказывал. И какие-то новые экспонаты уже показывал. Очень много у меня. У меня новые экспонаты появляются практически, ну, не скажу ежедневно, но еженедельно это однозначно. Откуда? Вот, самое удивительное, это то, что вот я всегда чувствую, что Бог помогает созидающим. Когда я начал заниматься этим музеем, вот как только я начал, я сам не знаю, откуда они появляются. Вот удивительные случаи, когда я стал заниматься нашими руководителями управления, вдруг случайно мы поехали в Осташков, выездная выставка, и вдруг ко мне подходит женщина там на выездной выставке и показывает мне фотографию Крылова, начальник милиции с 42-го по 49-й год. Она говорит, я внучка его. Да что? Я говорю, я думаю, уже никого не осталось. Уже все, нет людей вообще, которые там во время войны. Этот человек всю войну, с января 42-го года, всю войну руководил нашей милицией. Вдруг появляется внучка. И она мне дала и кучу фотографий, и документы, и огромное количество всего. В прошлом году уникальный случай, значит, ни с того ни с сего, у нас был сотрудник НКВД, Полеткин. Сын пришел. Откуда он взялся? Сын. Человек погиб в 44-м году. И он пришел в музей? И приходит сын его. Дело в том, что Полеткин, он относится к КГБ, к госбезопасности. И он пришел, мы обновили наш мемориал перед управлением. Он не нашел фамилии. Я ему объяснил, что у нас в книге памяти он есть, в музее он есть, он везде есть. Его нет на мемориале, потому что он сотрудник госбезопасности. И его мемориал находится на набережной. Поэтому его там нет. Но он мне принес тоже документы, фотографии. Опять-таки, сделал маленький стенд на него. Удивительный случай. Значит, у Крылова, о котором я уже рассказывал, был заместитель Ященко. И вдруг оказывается, что жена его внука работает в нашей поликлинике. Вот откуда вот это вот? Они сами находятся. И приносят мне документы, приносят мне фотографии. Я им безумно благодарен, потому что есть возможность показать людей, которые живые были, настоящие, которые действительно не просто фамилия где-то в документе, не подпись, а действительно человек, который жил, работал, что-то делал. И вот его, и семейная жизнь его, и рабочие моменты какие-то. И вот все это на фотографиях. Я через соцсети нашел внучку Дикушенко. Это начальник госбезопасности, 49-53 год. А в этот период и милиция, и уголовный розыск подчинялись госбезопасности. Да, НКВД. Мы были в госбезопасности в этот момент, мы были КГБшниками, не МВД. И она мне принесла и фотографии, и даже книжку, которую он написал, он написал книжку детскую, Андрейкин поворот. Она нашла у себя на даче эту книжку. Ничего себе. И привезла себе. Я говорю, слава богу, у меня теперь все это есть. Я могу показать, что это реальные живые люди, которые действительно работали когда-то у нас в нашем управлении. Это вот знаешь, Володь, когда вот ты ходишь много-много лет, ты работаешь с конкретными людьми, и вот когда люди уходят, ты понимаешь, что ты работал, ты соприкасался к легенде. О чем мы? Вот как Гусаков, у нас генерал. Я знаю, что у тебя уже то же самое, теперь экспонат отдельного по генералу будет. Да, мне привезли китель его, мне привезли фуражку, привезли шинель. Сейчас я договорился, мне обещали привезти его брюки, чтобы полный комплект был. И, значит, мне обещали привезти еще фотографии вот рабочих моментов его, потому что у меня их нет. У меня есть его портреты, а вот чтобы вот, где он там работает, такие, ну, живые, для того, чтобы показать, что он не просто, вот он, монумент, что это не монумент, Это живой, великолепный человек, да. Чудесный человек, который в самые, пожалуй, трудные последние годы руководил управлением, это 90-95 год. Это самое бандитское время, и этот человек завалил на себя такую ношу, и вот он в это прошел с достоинством, ведь, собственно говоря, такого разгула бандитизма, как в некоторых других городах. У нас не было. У нас не было. И об этом тоже ведает музей. Места-то хватает. Там у нас сейчас сколько залов? Сейчас, ну, у меня получается, что на сегодняшний день, ну, четыре зала условно, потому что все они объединены в один, по большому счету. Он проходной. Да, он проходной. Они разделены условно, эти залы, вот. Единственное, что вот у меня сейчас добавилось два зала новых, вот они более-менее так разделены. А так он практически единый, но сделан так, что по нему можно бродить очень долго. И экскурсия для взрослых людей, не для маленьких, у меня проходит минимум полтора часа. То есть, пока все расскажешь, пока все покажешь, это достаточно длительный промежуток времени, и музей у нас большой. Все думают, что у нас маленькая комната. Они, кто не приходит, все думают, а что, у вас там еще что-то есть? Да, у нас просто очень много поворотов, за которыми все скрывается. И каждый раз интересно, что там за поворотом, а ведь новенького окажется. И вдруг переоткрывается новый период какой-то. Вот заходят за поворотом, опа, гражданская война. Туда зашли за поворот, там уже великая отечественная. Еще дальше пошли, а там уже пошли подразделения различные, эксперты-криминалисты, ГИБДД, не ведомственная охрана, а участковые, уполномоченные. Ну, о чем мы говорили, что милиция, она полиция сейчас, это каждая крупица нашей жизни. Конечно. Это все. Это обо всем. Потому что это служба всегда с народом. Сколько лет ты уже в музее? С музеем, скажем. Ну, вот 27-й год уже идет. 27-й год. А сколько лет самому-то музею? Музей был образован в 1986 году. Ну, он на 10 лет старше, чем я. Но 27 лет, ведь это же надо тоже, это же душой, это как вот любая служба, любое дело, которым ты занимаешься, душа должна лежать. Здесь сложность в чем? Почему я так долго там сижу? Потому что замену найти... Не сидишь, работаешь и на благо людей. Очень, дело в том, что очень сложно подобрать вот этот музей профессионала, который было бы и самому интересно, и который бы знал всю тонкость работы подразделений, ведь подразделения разные, у каждого свои проблемы, и у каждого свои направления. Это все надо понимать, вот, в чем они заключаются. Любить это все, этим болеть, заниматься, вот, а подобрать такого человека, одно дело, когда ты проводишь экскурсии, допустим, в художественном музее, там картины понятны. Вот тут все я... Ну, хотя в этом тоже надо разбираться. Да, но здесь одно направление, одно единственное, и ты в нем разбираешь, ты профессионал, ты молодец. А когда у тебя направление вся жизнь, фактически, во все отрасли, ты должен и торговлю понимать, БХССБ, да, ты должен и в наркотиках хоть что-то, разве как-то это разбираться? Об их вреде, и как они воздействуют на организм. Да, ты должен понимать и психологию, когда участковый работает, здесь без психологии никуда не денешься. Ты должен и эксперт, и криминалист, а там и химия, и физика, и математика. То есть, в направлении-то огромное количество, и в этом во всем ты должен хоть немножко, но понимать. А потом у тебя же там же представлены и вещдоки от того или иного преступления, ведь это тоже детали такие, которые нельзя собрать знать хорошо уголовный кодекс. Конечно, и здесь ты должен быть как минимум юристом, потому что очень много вопросов, которые задаются, они все вот на грани законов. Вот именно как раз по этому вопросу, что любое направление, и здесь почему вот именно это дело, и в чем там загвоздка, в чем нарушение, ведь полиция, она не приходит на праздники, на свадьбы, да, она приходит туда, где плохо. А в чем плохо-то? И вот это надо все еще объяснить, и доказать, и сказать, почему полиция вынуждена с этим сталкиваться. Они неплохие ребята, эти наши полицейские. А то на них всех все время... Ну, на кого-то надо вешать все грехи. Да, но дело-то в том, что она работает именно с негативом. Все время с негативом. И если там какой-то семейный скандал, да, вот сейчас вот поругалась жена с мужем, она позвонила в полицию, полицейские приехали, мужа задержали, а она же потом приходит и говорит, вы зачем его мужа задержали? Да, забирает заявление. Да, это нюанс. И начинается вот такая вот свистопляска, но она же сама попросила помощь. Ну да, да, да. Это оказали. Ведь сделали все возможное, чтобы ей плохо не было. Ну вот. И вот это вот все надо объяснять, показывать, доказывать. Вот. А когда очень много приходит к нам учеников, как правило, мы стараемся за старшими классами работать, объяснять это все и приглашать к себе на службу, потому что кому-то надо и эту работу делать. Ну вообще так вот с молодыми сотрудниками, которые уже поступили, выбрали службу, это ведь тоже проводится. Есть отдельный зал, я знаю, что я тоже свою лепту вынесла за многие годы те фильмы, которые создавала про разные подразделения, они тоже попадают в музей. И они их видят, да? Там все есть, все это демонстрируется. У нас имеется зал, мультимедиа, имеются все диски, которые мне, слава богу, передают, и пресс-служба передает, и наша кадровая служба передает мне, и фильмы, все сюжеты, которые проходят на телеканалах, вот, они собираются, бережно хранятся, и я их демонстрирую, когда приходят группы. Это называется все в одну корзиночку, да? Так это на благо общества, если мы приглашаем на работу на службу, то это ради нас делается. Что за книга, Володь? Потому что уже, у нас, к сожалению, такой короткий эфир, можно говорить с тобой несколько часов. Дело в том, что эту книгу мы уже демонстрировали, мы уже рекламировали ее. Это третья книга «Милиция Калининской области», остальные огненные годы. 30-й, 45-й год. Как раз эта часть книги, вообще это несколько книг у нас. У нас сейчас вышло три книги, сейчас уже редактируется четвертая, написана пятая, и заканчивается шестая. Это тоже твоя работа? Это все моя работа, да. Значит, шестой книгой я заканчиваю этот цикл. Как раз, что вся история наших органов внутренних дел, нашей губернии, нашей области, нашего региона, она вся будет. То есть до последнего дня я решил завершить открытием памятника нашему сотруднику милиции перед УВД. Вот этим. Это вот, которые, которые участковые, которые открывали, да, летом? Да, которые летом открыли. Вот на нем я остановился, я говорю, хватит уже, потому что история не заканчивается никогда. Вот, поэтому я закончил этим. Ну, гигантская работа получилась. Да, но ее надо было сделать для того, чтобы люди знали и кто работал, и как работал. И вот здесь как раз вот тот период, когда это НКВД у нас появляется. Вообще, для меня, честно говоря, до сих пор остается загадкой, по какому принципу мы назначаем праздники. Вот. Почему именно вот с 9 февраля, значит, 35-го года у нас отмечается? Ведь если взять, например, полицию нашу, она у нас возникла в 1776 году. И в этом году ей исполнилось 248 лет. Через 2 года будет 250. Юбилей. И не в феврале. И не в феврале, а в январе. Ага. Вот. Значит, кстати сказать, почти в феврале. Почти угадали. Да, то есть почти, они почти практически рядом с учетом сдвига календаря. Ага. Вот. Если говорить об управлении, то у нас и до НКВД было губернское административное отдел почти практически то же самое управление. Он появился в 1921 году. Можно и это праздновать. То есть праздников, в принципе, очень много. Работать будет некогда. Работать будет некогда. Если празднуется. По большому счету. Ну вот решили все-таки вот отталкиваться от этого, когда создается у НКВД по Калининской области приказ 2.055 9 февраля 35 года. Вот от этого мы празднуем этот наш день рождения нашего НКВД. Причем, кстати сказать, не этого здания, в котором мы сейчас находимся, а как раз того, где сейчас медицинская академия. Напротив, на Соборной площади. А, на Соборной площади. Да, напротив Собора. Как раз. Вот это наше УНКВД. Вот оттуда все пошло. Чтобы люди, тоже жители, знали, где что располагалось. А музей, как был вот на Хрустальне, там вот так и есть. Да, он так остается. Это Соменко, это недалеко от магазина Креда. Самый вот такой ориентир. Ну да, да, да. Кстати, вот с этой книгой широкий читатель может ознакомиться? Каким образом? Я эти книги разнес. Они есть и в Горьковской библиотеке, они есть и в библиотеке Герцена. Мы постарались их разослать по области, по библиотекам. И надеюсь, что мы будем еще и дальше распространять. Они пока есть. Мы в продажу их не даем. Они не продаются. Ну, такой штучный экземпляр. Да, вот. Но они в библиотеке я обеспечил, по крайней мере. То есть можно... А вообще, вот, Володя, вот если музей, одно направление, как ты говоришь, это все великое... С другими музеями приходится сотрудничать? Конечно. С какими? И кто чем может помочь здесь? Какая помощь нужна? Здесь мы работаем очень плотно с нашим объединенным государственным музеем. Все время мы с ними взаимодействуем в плане и экспонатов, и документов, и фотографий. Здесь вот просто уникальную фотографию объединенный музей опубликовал в интернете. Там, где вдруг оказалось два наших начальника губернского административного отдела, которых, ну, я уж думал, не найду никогда. Там Ратник и Друганов. Два человека, которые руководили губернским административным отделом. Вот. Это редкая фотография. Мне повезло. Слава Богу, у меня появились лица тех людей, которые когда-то там работали. Вот. Поэтому это очень тесная, долгая, кропотливая работа. Она, конечно же, не будет, потому что у них запасников тоже очень много. И они иногда даже сами не помнят, что у них есть. И вдруг вот случайно раз и выплывают вот такие уникальные вещи, которые вот освещают какие-то еще уголки, которые мы еще не знаем. Ну, это как ты рассказывал, встречи с людьми, о которых, казалось бы, уже забыли, может быть, да, и родственников не осталось. И вдруг. И вдруг вот появляются. А чтобы создать такую книгу, ведь, наверное, приходилось в архивах. Это очень большая работа, которая длится с 2011 года. В 2011 году мы начали, ну, тогда еще Рычков поручил написать книгу. Вот. Мы думали, что сейчас быстренько там сляпаем, и все. Но меня это не устроило, и я сказал, дайте мне время. И потихоньку, кропотливо, начиная с нашего областного государственного архива, Центр научной документации, Библиотека Горького, очень большой вклад Библиотека нашего ТВГУ внесла. Там очень много в отделе редких книг, очень много интересных документов имеется. То есть, в виде я старался уйти от книг, от газет, от журналов, от всего. Все воспоминания отмел, и только документы. Документ, на основании которого, чтобы люди точно знали, что происходило. Да. Что исчезла. Если вот сейчас нас слышат люди, у кого-то что-то сохранилось в архивах, куда обращаться? В музей Камне, Хрустальная 39, телефон 8906-655-2147. Любые экспонаты, какие не жалко, все, что не жалко, я приму и обязательно использую в музейной экспонации. Это все, это все наша жизнь, это все история. Ты так вот считаешь, что музейное дело, это вот, как ты рассказываешь, это же жизнь, это неотъемлемая жизнь. Конечно. Дело в том, что у всего в этом мире есть своя история. Важно, интересно ее рассказать. И любую вещь, какую мы не возьмем, она имеет такие интересные сюжеты, которые могут заинтересовать любого человека. Потому что и у любого человека своя история. И он будет соотносить это с собой всегда. Поэтому заниматься таким делом, как музейное, это очень интересно. Нас сейчас слушают, может быть, молодые люди. Как молодые люди приходят к тебе. Ты говоришь, когда проводишь экскурсию, почему важна профессия полицейская, почему вот как бы это почетно в ней служить. Вот может быть сейчас вот кто-то решает, кто-то на развилке жизненных путей. Конечно, ведь обращу ваше внимание, работа полицейского очень сложная, очень тяжелая. Но ведь вы же хотите, чтобы ваши дети, ваша мама, ваши родные и близкие ходили спокойно по улицам, чтобы их не обманывали, чтобы их не обижали. Ну а кто на защиту станет? Вот сейчас идет СВО. И мы видим каждый день рекламу того, что кто кроме тебя защитит Родину. Да, служба по контракту. Так вот, полицейская служба то же самое. Кто кроме тебя защитит твоих родных? И служба в полиции, она этим и занимается. Она занимается защитой вас. В том числе и тебя самого. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя все было спокойно, чтобы все было нормально, чтобы ты жил, работал, и чтобы твои дети были в безопасности, приходи, защити, помоги сделать так, чтобы в твоем городе жилось спокойно. Это ведь не только СВО. Дело в том, что СВО началось и закончится. Оно обязательно закончится нашей победой. Мы победим. Но борьба полиции со злом не заканчивается никогда. Да, к сожалению. Никогда. И если ты не станешь на защиту своих родных и близких от хулиганов, от бандитов, мошенников и других, никто этого не сделает. Только ты. Приходи. Приходите, уважаемые друзья, помочь нам, помочь своей Родине, помочь своей земле. И, кстати, для тех, чтобы заинтересовать, мы все любим детективы, детективные фильмы. Сколько фильмов снято, особенно в советские времена, про советскую милицию. Это замечательный фильм. Но ведь и в музее к тебе, это тоже можно приходить, и ты на каждый экспонат смотришь, как на детектив. Это за каждым. Такая история. И я просто слышала, как Володя рассказывает, это такие интересные уголовные дела. И тут же вещдоки, и тут же люди, кто задерживал. Вот оно, противостояние. Это детектив. Это шикарно. Это лучше, чем детектив. Детектив ты посмотрел и узнал, чем кончилось. А здесь ты смотришь, ты не просто смотришь, ты еще и трогаешь, прикасаешься, видишь это все в реальности. Не на экране, не когда там артисты. А где живые люди, настоящие бандиты? Не какие-нибудь там представители, а действительно реально то, что есть. И, кстати, сказать, вот последние экспонаты, которые мы получили, это один из последних экспонатов, это флаг 206-й стрелковой дивизии ЛНР. Это подарили нашему заместителю начальника ОВД, Иванову Андрею Эдуардовичу, за оказанную помощь. Ему дали благодарность, и флаг вот этого стрелкового полка. Великолепный экспонат. То есть постепенно, понемножку, и экспонаты со СВО, куда наши сотрудники тоже ездят, увы, но ездят. Ну как же, по-другому нельзя. Никак, конечно. Вот. И экспонаты оттуда тоже начинают поступать. И будет и этот участок. Новая страничка. Да. Володь, спасибо тебе огромное. Важная работа, интересная работа. Просто вот хочется сказать, что это к тому же очень интересно и познавательно. Уважаемые друзья, приходите в музей. Здоровья тебе. Спасибо. Подольше работа и преемников, да? Может быть, благодаря этим эфирам найдем достойного преемника. Дай бог. Спасибо. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Владимир Потапчик, хранитель музея УМВД России по Тверской области. Будьте здоровы. До свидания.